Значит, не хотим учиться, да? Будем тогда прокрастинировать. Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее. С вами я, Фауст, и сегодня у нас новый очередной видос. Мы продолжаем с вами прокрастинировать, и сегодня мы поговорим про целые фильмы, где есть наша любимая музыка, а желательно потяжелее. Но прежде чем мы начнём, вы должны подписаться на наш канал, вы просто обязаны это сделать, вы должны поставить лайк этому видео, рассказать о нём друзьям, предложить подписаться на нас в Ютубе, и пройти по всем ссылкам в описании, особенно Донейт Пэй. С чего же мы начнём? В прошлый раз мы разговаривали про сериалы непосредственно. Сериалы, они несколько дешевле обходятся, чем большое какое-то кино, и всё-таки для большого кино надо выбить какой-то бюджет. А чтобы выбить бюджет, надо, чтобы кино нравилось спонсорам. А чтобы спонсорам оно нравилось, надо, чтобы нравилось оно всем, кто готов заплатить за это деньги. И чем больше охват, тем лучше. И тема металлистов в целом, и металлхедов, она в этом плане очень щепетильна, потому что, согласитесь, как-то очень тупо будет, если мы посмотрим комедию о стереотипах про металлю, каких-нибудь злобах. Но, тем не менее, самородочки тут тоже имеются. Итак, начнём с самой настоящей, нестареющей классики, а именно с кинофильмов, серии целой Билл и Тед. Билл и Тед. Сюжет прост. Далёкое будущее, 2688 год, городок Сан-Димас. Некий Руфус отправляется в прошлое на своей машине времени, замаскированной под телефонную будку. Аки-доктор кто? Чтобы встретить двух великих, Билла Эспрестона Эсквайра и Теда Теодора Логана, основателей группы Wild Stallings, музыка которых станет основой для утопического будущего. Руфус выяснил, что в 1988 году у друзей были проблемы с докладом по истории. Если они не издадут его, их выкинут из школы, и группы не будет существовать. И таким образом ребятки отправляются сквозь время и пространство, чтобы подготовить доклад. Незамысловатый сюжет, лёгкий во всех аспектах, но фильм воистину памятник тем MTV-шным рок-н-ролльным временам. Так ещё тут и потрясающе играет. Ого, самурай! Ну, собственно, да, это классика, как-никак, про фэнов, рока и металла. И, как-никак, у нас целый молодой Киану Ривз. Дальше у нас по сюжету другой, очень старый фильм, но который прошёлся мимо абсолютно всех, но зато с каким кастом. Там Стив Бушеми, он же Бушеми, там Брэндон Фрейзер есть и Адам Сэндлер. Фильм «Пустоголовые» или «Как тяжело пробиться было в то время в металлгруппе». Ну, почти как сейчас. Знаете лучший способ, как пропиарить свою группу? Берёте игрушечное оружие и берёте в заложники всю радиостанцию, заставив их крутить ваши песни. Именно так и советуется в фильме «Пустоголовые». Трое пацанов из группы «Одинокие рейнджеры» действительно мутят себя пиар таким образом, потому что инстаграма не было, интернета не было, было вообще фу. Но при этом они не ожидают, что их основная аудитория будут защитники правопорядка. Довольно забавная комедия со знакомыми актёрами, которые ещё молоды. Советуем. В следующей очереди у нас тяжёлая поездка. Роуд-муви из Финляндии про металюх. А вот вам роуд-муви из Финляндии. Металл-группа ноунеймов летит на всех парах к успеху на фестиваль, а по дороге по классике жанра с ними происходит, мягко говоря, всякое. Бодрая комедия, высмеивающая все стереотипы металл-музыки и её ценителях, а особенно исполнителях. Причём это всё достаточно остроумно подано. Плюс ко всему, вам здесь дадут ещё посмотреть на виды нардичьей земли в небольших городах. Короче, валите смотреть, если интересна природа, блэк-металл и здравый юмор. Далее мы пойдём по более серьёзным фильмам, а именно «Звук металла». Вот бывает такое, слезаешь с тяжёлых средств всяких, становишься крутым барабанщиком в панк-метал-группе, топишь за ЗОЖ, даёшь концерты и тут бах! А ты теперь нихера не слышишь. Жизнь такова и больше никакова. Фильм как раз повествует о такой вот истории Рубена, когда, казалось бы, встал на правильный путь, и вроде бы как занимаешься любимым делом, но всплывает нюанс. И наш герой должен сквозь боли слёзы адаптироваться к совершенно новой жизни, которую он и не планировал никогда. Драматично, сильно, иди смотреть. Ну и прежде чем мы подскажем вам ещё один фильм, чтобы посмотреть, давайте поговорим про хромых ослов в нашем списке. Далее я вам выдам краткий список слабых, на мой взгляд, фильмов о нашей любимой музыке. Погнали! Добро пожаловать в поп! Кастрированная версия тяжёлой поездки. Сюжет тот же, но после неплохого старта фильм становится как неуверенный в себе девственник, как будто боящийся сделать шаг в сторону от форматного представления о металлистах. Василины Хаоса. Очень мерзкий, пафосный фильм. Он повествует об истории группы Мэйхэм времён Варгой поджогов в церкве и Норвегии. Муда-муда, говорит Дио. Хуйня-хуйня, говорят сами Мэйхэм. Металистка. Ну, ценителем Блэка может и зайдёт. Хз. Ну, слишком уж как-то артхаузно что ли. Такое чувство, что каждый кадр несёт в себе смысл, но не везде он всё же есть. Сюжет рассказывает о девочке, тяжело принявшей смерть своего брата, ввиду чего та только под конец фильма решает записать типичный Ро Блэк-альбом. Но не в пещере, а где-то, хз. Какой-то склад, наверное. Металлика сквозь невозможная. Вот бывало у вас такое, что вам, чтобы поссать, нужна третья рука, держащая перегородку, чтобы брызги не летели от мочи в разные стороны. Нет? Ну так вот, фильм ощущается точно так же. По сути, это большой концерт Металлики с перебивками на экшон, что очень зря, с 30-летним на вид подростком, работающим Алёшей подай патроны у группы. Помимо этого, я вначале ржал с того, как Трухилева Акино из Марин силой баса и картонов пытается атаковать стены. И самое охренительное напоследок, что подчёркивает на самом деле любую творческую деятельность, любые муки, когда занимаешься чем-то творческим, особенно музыкой. Это фильм «Одержимость». «Одержимость». Сильный эмоциональный фильм, повествующий о тяжести профессионального занятия музыкой от лица барабанщика. Я даже сюжет особо описывать не буду, вы сами посмотрите, как это шикарно. Каждое мгновение фильма динамично, благодаря постоянно бьющим в уши ударным партиям. Эмоции-то какие. Советую смотреть всем, а те, кто пережил суровое обучение в колледжах и университетах искусств, им будет восприниматься ещё глубже. А химия между учеником и учителем здесь просто в виде лютой войны. Просто 10 выплышей из 10, ребят. Так что, если не посмотрите, в вас прилетит стул. Ну, а на этом всё. Обязательно в комментариях оставляйте, что посмотреть, советуете вы. Сразу говорю, «Медиатор судьбы», «Десгазм», особенно «Метал Фэмили», я знаю, кстати. Да-да-да, и все знают. Но очень интересно будет почитать ваше мнение. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Записывайтесь на занятия, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Обязательно проходите по всем ссылочкам в описании. И всего вам доброго. Увидимся чуть-чуть попозже. Субтитры сделал DimaTorzok